Если ваш ребёнок тяжело ходит в садик, со слезами, плачет, не хочет туда ходить, но не понимаете, почему он туда не хочет ходить, то попробуйте сказкотерапию. Есть сказка Натальи Бродской, которая мне очень нравится, и вы можете периодически рассказывать эту сказку своему ребёнку, например, на ночь. Сказка следующая. В одном городе жила-была семья. Мама, папа и девочка Машенька. Например, здесь подставьте имя вашего ребёнка. И они очень дружно жили, веселились, играли, гуляли. Но при этом Маша почему-то не очень любила ходить в садик. И когда родители спрашивали, Маш, почему ты не любишь ходить в садик, Маша сама не знала и пожимала плечами. И вот однажды Маше приснился сон. Будто бы её любимая игрушка «Медвежонок Мишка». Здесь подставьте имя, название игрушки, которую любит ваш ребёнок. Как будто медвежонок Мишка ожил. Он прыгал, веселился, играл и подбежал к Маше. И сказал, Маша, а почему ты не любишь ходить в садик? Ведь в садике очень весело, интересно. Там можно играть с разными ребятками, разные игры. Возьми меня, пожалуйста, с собой. Когда ты будешь играть с детишками, я буду сидеть и смотреть на тебя и радоваться. И в этот момент он шепнул Маше, я хожу в садик с радостью. Эту фразу вы можете немножко интенционно выделить, потому что она важна. Она позитивно программирует ребёнка на радость и эмоцию позитивную по отношению к садику. И Машенька после этого проснулась, увидела медвежонка Мишку, обняла его, погладила и сказала, спасибо тебе, Мишутка. И когда мама зашла в комнату, она удивилась, потому что Маша уже была собрана и оделась и была готова пойти в садик. И по дороге в садик Машенька обнимала своего медвежонка и она услышала вдруг, как листья на деревьях начали шептать Маше, я иду в садик с радостью. И даже травка начала шептать Маше, я иду в садик с радостью. И камень, большой камень, который стоял возле садика, тоже шепнул Маше на ушко, я иду в садик с радостью. Маша в этот момент, ей стало очень приятно, радостно, она поняла, что все ей хотят помочь, и медвежонок Мишка, и мама, и папа, и даже камень, травка и листья. И она обняла медвежонка Мишку и шепнула ему на ухо, я иду в садик с радостью. И когда они пришли в садик, к удивлению мамы не было предела, потому что Машенька быстро переоделась и побежала здороваться с ребятками, обниматься и играть в разные веселые игры. Я рекомендую использовать эту сказку, периодически читая вашему ребенку, для того, чтобы вот эта позитивная установка на садик не таким нежным, мягким способом закладывалась в его подсознание.